Разберем две позиции сегодня Разберем позицию по шагам Для начала разберем вариант, как проходить лассо гард Потому что один из самых сложных для прохода гард И второй вариант разберем, как сделать лассо правильно Разберем, как сделать лассо более проблематичным для прохода вашего оппонента Обычно человек имеет спайда гуаде Бум Первое, что я должен делать, когда играет спайда гуаде В первую очередь верхний, кто работает на проход охраны Должен забрать два захвата за штаны, ближайшую точку опоры Обычно ваш оппонент будет делать не следующим образом Вытягивать одну руку, с другой стороны расстревать захват и заправлять лассо Обычно, когда оппонент работает из лассо, он вытягивает эту руку и немножко разворачивается И эта позиция не очень хорошая для того, кто сверху Для начала, тот, кто сверху проходит охрану, он будет разворачиваться перед своим оппонентом, который внизу Хороший захват для него, это захват за отбород Но, как вы можете видеть, это сложно для меня брать за штаны, я слишком далеко Но взять его порой бывает сложно, потому что он бывает далеко находится Для этого он приседает на ногах ниже И начинает давить на своего оппонента для того, чтобы забрать этот захват Сейчас у него хороший захват и позиция Он начинает двигаться сейчас в левую сторону Так что, смотри Я движу к стороне И беру его с собой Продолжая движение вместе с своим оппонентом Так что я делаю так И отпускаю колено на колено Хорошо? Теперь я могу сделать циркл И теперь делать круговое движение вокруг нижней ноги для того, чтобы отвести И забирает захват за штаны Хорошо? Но ласа до сих пор осталась Но ласа до сих пор осталась Он начинает двигаться назад И в то же время И в то же время Вы можете сделать это В то же время В то же время Я закрываю колено Локоть всегда закрыт внутрь Так что, смотри Я начинаю двигаться назад И потом Теперь я отбираю Окей Теперь я буду делать И теперь я двигаюсь к стороне Открываю колено Обративаю колено Расскажу На поле И идем И дальше Ну, сначала, соответственно, мы двигаемся в одну сторону, освобождаем атлас локтем там, где оно было, а потом двигаемся обратно, возвращаемся в эту сторону, уже освободившись от крючка. From here I have to connect my elbow. What connect? Elbow and hips. Локоть и бедро соединяются вместе. Okay? This is the first part of the movement. Это первая часть нашего движения. After this I will show how to pass properly. После будем, соответственно, дальше. Okay, let's do one more time. And, guys, it's important. You cannot just repeat the position. You cannot just repeat. You have to understand why you are doing all the steps. Ну, вы должны не просто повторять, да, позицию, но понимать, для чего вы делаете каждый этот стат. So, if you have questions, you can put your hands up during the position and ask me, okay? Если есть вопросы, подняли руку и задавайте. So, spider. Grab the pants, grab the pants. Два захвата за штаны. He put a lasso. Go. Five. I move to the center. Двигаемся к центру. Put my knee, a pressure. Коленом давим на бедро, достаем захват. Grab. Now I move to the side. I bring him. Двигаемся в сторону, соперника сдвигаем так же и ставим колен. You don't need to break the grip here. Так не срываем. Срываем за счет кругового движения. Just make a cycle. And if he keep the grip, don't worry. Если он продолжает сохранять этот захват, ничего страшного. Now. Walking back. Возвращаемся назад. Выпрямляем руку на аласа. Walk to the side. Двигаемся в сторону. Pressure, pressure, pressure. Давим, давим, давим. Запускаем внутрь голову и возвращаемся обратно. And connect. Соединяем локоть с бедром. Here you start. И здесь останавливаемся. Everybody understand or want me to repeat again? Всем понятно? Вопрос? One more time. You want to see the position? What do you think? Yeah, I can do this. So. Control the pass. Press the lasso. Okay. Pressure. Control the core. Walk to the side. Cycle. Control the pass. Move back. Walk to the side. Here. Don't keep your elbow closed, open. Close your elbow. Okay. Раз, два. Okay. Раз, два. Раз, два. T le rescue, Long river. А. We have many, many ways to pass this position. Okay? У нас есть много вариантов для проходов этого газа. Ну, в зависимости, собственно, от размеров оппонента, от закладок и так далее, и отличаться техникам, которые вы заменяете. Ну, Ризот не любит эту позицию. Обычно в такой ситуации, как только он начинает давать лассо, он продолжает это движение и сразу же обводит руку. Не дает оппоненту заправить лассо на начальном этапе. Но мы должны знать о том, что делать, если парень взлетает лассо, хорошо? Время. Хорошо. Что это? Хорошо. Прессу. Контроль. Хорошо. Вот. Повторые, вы привыкли к ногу. Не привыкли к ноге. Пусть ногу вниз. Не отпускайте ногу. Всегда придавливайте ногу вниз. Ох. Сохраняйте ноги здесь. Сохраняйте дистанцию. Ох. И теперь. Больше давления я положил здесь, лучше для меня. Больше давления вы сюда оказываете и работаете этой рукой, для того, чтобы ему открыть этот путь. Это не комфортно для него. Ему сейчас не очень удобно. И здесь у меня есть много опций. Здесь много различных опций. Хорошо. Но я решил прессировать. Так. Я вернусь. Мой ногой. Пусть вверх. Хорошо? И я связываю. Возвращается на ногу. Колено, которое придавливает, должно смотреть прямо. Соединяет локоть с бедром. И переносит вес на своего оппонента. Ноги должны находиться как бы в одной линии. И его естественная реакция будет оттавливать в грудь руками. Или в бицепс в грудь, либо двумя руками в грудь, в плечо. Но здесь он как бы сейчас немножко застыл. Не может быть. Поэтому он берет захват на трицепс. И это очень важно, ребята. Я не могу сейчас просто сделать выпад коленом. Он делает не вперед, не в сторону, а делает назад движение. И одновременно в это же время, как колено уходит назад, локоть обводит бедро и выходит на эту сторону. Большая ошибка. Если вы будете пытаться выпустить свою стопу. Он не пытается этого сделать. Он именно делает скольжение на бедре и таким образом освобождает свою стопу. Бедра блокируют бедра оппонента. И эта рука и этот локоть, соответственно, с этой стороны также блокируют сторону. И не делают такую размножку. Оставляем такую же позицию. Ног и пальцы упираются в мальфор. Окей. Теперь мой ног. Прямо близко к ноге. Колено соединяем с плечом. Заправляем внутрь, под голову. И разворачиваемся. Я знаю, что это много информации, но это какие-то принципы, которые нужно решить. Хорошо? Много информации. Много информации. Много информации. Да, много информации. Ну, что-то такое. Да, много информации. На повторение те же позиции. Повторение той же самой позиции. Выходим сюда и 2 номер начинает отталкивать руками. Например. Одновременно движение своим бедром, коленом и локтем идет. Нога скользит по бедру, локоть скользит по корпусу и встает в голову. Продолжаем скольжение, убираем склонницы платы. И здесь два варианта. Либо вернуться, чуть-чуть зайти назад. Либо наоборот, в сторону головы соперника соединить колено с плечами. Если вы оставите это пространство, то у соперника будет между вами и соперником у рука, за счет которого он потом будет делать восстановление гады. Соединяемся, обводим руку внутрь. Рука соединяется с ногой и только после мы уже разворачиваемся. Субтитры делал DimaTorzok Да, никогда не оставляем здесь пространство, всегда максимально ходим соперника. Субтитры делал DimaTorzok 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 Извиняйся, потому что мы должны немножко задержаться, из-за того, что есть определенные ошибки. Несколько путей есть к тому, чтобы идти на пересечении колена, когда мы выскальзываем. Вот это место, пространство здесь не должно быть, потому что это, опять же, облегчит восстановление гарда вашему оппоненту. Некоторые из вас сделали следующее. О, 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 look at the gap here. Вот так вот. Смотрите, просто посмотрите на мои ноги. Нет места. Разворот именно идет колено назад для того, чтобы бедра были гораздо ближе к вашему сопернику. Именно поэтому колено идет не вперед, не в сторону, а назад. Вот так вот я попросил, чтобы крошить ноги, и это не работает. И про локоть тоже не забывай. Потому что, даже если я здесь, ты здесь. Ах! Если локоть не уберете, соперник может вас провалить таким образом. Потому что с этой стороны бедра не заблокированы, и соответственно, есть возможность двигаться в описании. Так. Ах! Развернулись. Заблокировали здесь. Заблокировали там. Вы не можете двигаться. Можете двигаться? Можете двигаться? Все, он заблокировался. Хорошо? Два минуты. Стоять два, один, один. Заблокировали здесь. Развернулись. Субтитры сделал DimaTorzok